Итак, ребят, всем привет, мы продолжаем проходить Маморис Невердай. И у меня вопрос к Хайту, если он это будет смотреть. Какого чёрта ты нарисовал данные подсказки на моменте? Вот щас покажу. Если ты это будешь смотреть, конечно. Я не знаю, будешь ли ты это смотреть. Но щас, смотри, проматываем вот это вот щекём. Вот я щас нажал тупу W. Хай, Хайт, где где эта подсказка? Где она была? Почему её нету? Как я должен был об этом догадываться? Серьёзно. Просто, ребят, нажимайте W, если у вас на это проблемы. Серьёзно, реально. Хайт, почему ты не нарисовал эту подсказку? Почему она не всплыла на экране, я понять не могу. Ладно, продолжаем. Лия, Лия, остановись, прошу тебя. Я смотрю на безображенное тело. И на глаза мои наворачивались слёзы. Хватит, остановись. Любимая, прошу, прекрати. Она делала ко мне под несколько шагов. Я жаловку так сильно, что палец с велосудорогой. И они заныли острые боли. Обожаю спилить мелкие кусочки плитки. Приди в себя. Преодолев ступор, я всё-таки оставил себя нанести удар. Но я ловко спрыгнула в сторону от удара. Но мне очень нравятся кутерешки. Но было бы круто, если бы они всплывали каждый раз, как сейчас, на этом экране. На экране. Я не хочу делать тебе больно. Не стой, столбок. Нет! Ты должен ударить первым. Вот сейчас я должен манагать W. А потом E. Какой ты не вернулся эти кнопки? Ну понятно. Ладно, сейчас разберемся. Так, поехали. Так, поехали. Приди в себя. Постоянная кнопка для атак. Ну хорошо. Хорошо, ладно. Хорошо. Тут я топанул. Ладно, Хай. Постоянная кнопка для атак E. Но почему же это? Ты не мог бы это сказать типа W там для постоянного уклонения? Нет? Ладно, стой. Не стой, столбок. Блин. Ладно, стой. Приди в себя. А, слушайте голос. Ага. Не стой, столбок. Здорово. Ты должен ударить первым. Отлично. Я хочу этого делать, я предупреждал тебя! Остановись! Остановись! Остановись пока не поздно! Нет, этот момент хорошо для ты сделал, Хай. Молодец! Молодец! Я прям... Ну... Доволен этим. Доволен. Не стой, столбок. Здорово в ст... Ты должен ударить первым. Отлично. Тишина. Абсолютная тишина. Надеюсь, Хай ты это исправишь в будущем, потому что ну как игроки должны понять вот это вот все дело? Ах... Абсолютная тишина. Даже мысли, даже голоса утихли. Эй! Эй! Тихо прошептал я, но в ответ не услышал даже эхо. И тогда я понял. Теперь придется полагаться только на себя. Хорошо, сохраним огром. Идем дальше. Слух и концентрация. Слушать тьму. Чтобы успеть склониться от ее острых лап. Углядываться во тьму. Чтобы сделать в ней брешь и спустить свет. Ах-х�га. Ах-х! А что я думаю сделать? Ах-ха-х! Ах-х! Эх-х! Ах-х! Ах-х! Эть! А как же, а тогда я должен понять, что я понял, что я чисто W жму и... Я чисто W жму, и я ничего не вижу, тебе придётся помогать только на себя, слух и концентрация. Хорошо. Слушаем. Отлично, я услышал. Ладно, хорошо, я понял. Не, мне очень нравится, как он делал, серьёзно, мне очень нравится. Но всё-таки, блин, очень неудобно. Тогда W и Ешку надо прижимать. А когда Ешку прижимать, допустим? Да, я ничего не понял. А потом всё, чисто уклонение. Ладно, чисто уклонение. Я попробую сделать. Куда-то вызовет муж, чтобы сделать в ней брешь и пустить свет. Понял. То есть, когда что-то появится на экране, я жму Ешку, да? Допустим. Ух! 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 Ну чё это? Вот его! Тихо-тихо, я понял. Я понял. Блин, я очень нравится этот момент. Молодец, Хайф, молодец. Если бы не эти качки. Я тебе сейчас дам. Лаааадно. Ха-ха-ха. Лаа, видимо, про... В следующий момент, хорошо. Давайте чуть-то это на промотке... На промотке я буду делать это. Попробую на промотке это делать. Нет, не так, я перепутал. В принципе, очень, очень интересная тема. Очень интересная тема. Ха-ха-ха. 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 Можно я это... Само сохранюсь тут, окей? А то не хочется прийти. Ха-ха-ха-ха. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм Отстань! Дайте шардам! Хорошо, дабы у ее ешка! Дайте шардам! Только попади с ней! Субтитры сделал DimaTorzok А че это было? А как я бы вам должен понять? Нет, 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 нет... Терник? Да... Субтитры сделал DimaTorzok Вот так и скринял стурс, потому что мало ли стурс Взрыв 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 А это так не разу вот это стало Взрыв 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 А как это распоятно? Вообще никого не верят Взрыв не стой столбом не стой столбом так ладно сохраняем все здесь не знаю может быть я косякну с сохранением или еще что а и 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 Он не замахивает своим оружием. Мне нравится прыгнуть что-то горячее и чёрное, а сразу же выяснили лицо слабойной рукой, чтобы не потерять врага из-за этого. Она просто стояла на месте и скучилась, шляпивая глаза в сторону штычащего и шея облона, как ошли плиты. Она просто стояла на месте и скучилась, шляпивая глаза в сторону штычащего и шея облона, как ошли плиты. Вынув из её шеи осколкой и толкнёй её от тебя ногой, Чего уже повалился на землю, без лучеров пахивая рот? Я говорил. Ещё и не поздно было остановиться. Я пришёл к ним, где мне тело ужаса. Я смотрел на грязные, рыжие волосы, рожевое лицо и грязное, местами разманывая одежда, залитые черноходы. Нет, ты не она. Ты лишь фантом. И мне не жалко тебя. Убирайся! Убирайся, раз и навсегда! Я нанес руку со сколком, метя прямо в сердце твари. Убирайся прочь из моей головы! А это, в случае, в Хайт Лиза, можно постаркнуть на аномалии? Ха! Опа! Не, ну Хайт красавчик просто. Аплодирую. А я хотя в толстойке придерживаю горшку, да и раскладываю себе голову рукой. Оскалываю себе. Знакомая комната. Опять? Опять что-то у тебя будет, да Хайт? Ладно, давайте сюда. Знакомая комната. Подумал я и глядёшься кругом. В прошлый раз мне удалось найти тут ключ. Но на этот раз всё обошло слишком иначе. Надо бы прикупить себе кассетный плеер, чтобы не выноситься по коридору в почках проигрывателя. Темень. С возвращением. Что в этот раз мы ищем? Мне просто интересное. Что в этот раз мы ищем? Мне просто интересное. Я сейчас офигел. Я просто решил глядить, что там это... У нас... Что, куда-то сворачивать? А это, оказывается, ещё и на время! Ху-ху, Хайт. Вот это я, датчик. Я всё-таки смотрю там, что куда идти, и тогда вернусь к вам. Так. Давайте. Блин, автосейв есть? Блин, только не говорите, что нет автосейва. Я же не сохранялся. Ой, мама. Так. Ну, последевать у нас тут... Нет, вот это было. Хорошо. Погнали. Там на прослушку идти надо. Так, да, ну. Поэтому пойдём на прослушку сейчас. А вокруг тишина... А вокруг не души... Там корейцы... А вокруг не души... Там корейцы... И тогда мальчишка тут решил, что он не постигнет тайны твоего нового дома. И что вам у него получилось? Ну, я имею ввиду узнать, что же такое была... Эээ... Что же такое была та сторона? У меня и собрать из этих слов это... По секрету могу рассказать. Эээ... И даже показать. Что же мне сказали в Митвееве Химоре. Показать? Ну разве это не просто... Смотри. Она чувствовала от меня в пустой стене. Сейчас, секунду. Сохранились всё-таки? А то мало ли... Сюда вот. Где-то тут. Она какое-то время шу... Эээ... Шупала стену. И когда наконец-то нашла... Эээ... Что искала, радостно топкнула ножкой. Наверное, буду заданы. Мне нравилось её поведение. И как врача, и как девушки. Она мне нравилась. У меня очень скоплит. Она расстраивала руки в стороны. И взялся за зеленую сетку. Которая раскрылась за кофейной подкладкой. И потянула её вверх. Как абонементом её объявил... Из её вдохов, если причиниться на пол бетонной крошки. Она поставила снятые на пол и зашла в сторону. Смотри. Сразу ценность нарубаясь, когда она и я подъехал ближе. Что это? Сторая вентиляция. Именно туда заползали дети и... И даже терялись с них. Не забирались. Это и есть та сторона. А как же руки змея и глаза беда бледного? А ты говорила... Это сказка. История. Байки. Выдумка, одним словом. Эээ... Старшие выхрабрились тем, что могли залезть в неё и потом же выбраться наружу. Провезите идти там всю ночь. Это было у них как испытание на мужество. А дети подражали им. Но некоторые из них, которые задали психозами или клаустрофобией, говорили, что это зеркальная сторона коридора. А это сторона. А это казалось вот что. Да. Говорят, что если получить правильную маршруту, можно входит в комнату, которую замаровали, и входа туда нет. Окно. Компорт, кто без окон и дверей. Где стоит ээээ, радио и старые снимки на столе и стенах. Где лежат эээээ, рапешки тех, кто там был. Да. Ответила она с улыбкой. Прям как в истории. Именно. Класс. Жаль. Жаль, что быжные рассудки, дети принимали все это за чистую монету и... В общем, это сложно. Я понял. Та сторона — это лишь их галлюцинации, их фантазия, бред. Воображение, да. И плотность у собственного воображения. Значит призраки той стороны, что забирали их жизни — это... Но... Да, несчастные случаи, когда они заплывали далеко, потом не могли выбраться. А те, кто выбирался, либо потом вовсе боялись даже сушить про ту сторону, либо же безумно ворвались туда вновь. Малая Химари провела рукой по стене рядом и, рассмотревшись на надпись над убывальником, улыбнулась. Это же обратив внимание на кривую надпись на стене, гласившую Химер прятавший секрет по подобной футболке. Внутри не за пояса. А что это за секрет прятывает Химер? Химари засмеялась. Она носила панталоны до семнадцати лет. Да и сама их изрисовала. На них были нарисованы разрезы зверушки, а на попной стороне была надпись «Зверушки и детишки. Семья». А, понял. Откуда вы знаете про её секрет? Я... 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 Так. Ну, в общем, так. Нам ли надо сейчас возвращаться обратно? Куда? Куда? А нет, склад-то куда-то в другом-то или нет? Живи воспреки, а не умирай во сне. Твою ж. Я же дал убить покойничка, а я... Чёрт. Ладно, надеюсь, я не бревану, мысленно прикрестивший тебя против рук с кровавого обуви. Здесь. У меня ожидаемый результат. А, да. Ничего не видно. Одна и та же дверь, можно взвести в разные места. Вот о чём она говорила. Да уж. Ладно, нужно же убирать провод и валить, пока это место не решило ещё про тройку раз изменить. Так, теперь идём обратно, то есть то место, где мы с вами уже были миллион раз. Офу. А, нет, стой, назад, 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 назад. Вообще... Это, наверное, открытся... А, да понятно. Нет. Нее-не-не. Ммм... Назад. Прямо... Сюда, если мне не имеют память. Брось с дороги, избра, тратить на тебя время. Временами не стоит торопиться. Некоторые вещи скрывают в себе нечто большее, чем они есть на самом деле. Тьма густа, насквозь неделю можно смотреть. Концентрируйся и тогда тьма откроет незримое. Перестань говорить с загадками. Чёрт. Да? Да будет свет, сказал монтёр. Отлично, заработало. Т kamps 아стера? Смотри? Смотри. Т française. Тses маленькие. Настер освободился без всяких сверхъестественных штучек. Такая улыбнулась, что стало, я улыбнул, подумал я, и, взлетев в руке каячий крыс, подошёл к стене. Стены в крыше на пол, я потёр, но ещё от дачи руки. До сих пор в ушах звенит. Я взял зарядную ручку и замерз. Потом, что случилось в прошлый раз, когда я перестал порог к этой двери? Нету нового выбора. Речка прервала я, запоток раздраженных мыслей, и потянул дверь на себя. Давайте сохранимся. Занятно. Только выдавил я, оглядывая комнату. Она оказалась абсолютно пустой. Надеюсь, я не зря крысором махивал. Только подумал, я вытеряю лицо рукой. Ладно. Что там у нас дальше по плану? А дальше чё? Так, ладно. Возвращаемся обратно. Ой. Возвращаемся опять. Дар и порой на великой импередер, как бывает. Вот она как-нибудь. А на инструкции всего-сорого. У нас нет бочек и будет на люди, у нас есть бочек, у нас есть бочек, у нас есть бочек, у нас есть бочек, у нас есть бочек. Пора следитьем кончать, я переходил топор поудобнее, я отошел от двери. Ситуату. Ну чё, опять тихнулись? Давайте сохранимся и закончим начатое. Не ожидал, ублюдок? Скажи больше. Верил в своей душой, той частью, которая у меня есть, по крайней мере. И что теперь? Делал шаг, сделал второй. Пришло время выбраться на свет. Я не могу выйти. Но и отпустить тебя не могу, потому что ты должен прекратить это. Этот мир без иллюзия пытается изменить тебя. Он страшен, опасен, и ты в нём совсем один. Но, пожалуйста, верни. Помни истину. У тебя всегда будет шанс. У тебя есть, даже если сейчас ты проиграешь, ты сможешь попробовать вновь. Жизнь твоя якость. А воспоминания? А пока не буду гореть, ты не исчезнешь. А воспоминания? Никогда не умру. Ты никогда не исчезнешь, если ты сможешь пройти дальше, конечно же. А если у тебя хватит тупо и выиграть перед другого разума, бить машины с тобой, будешь кинул топорник пыльца и фрукнулся. Не бойся убедить. Я лишь часть мы, что вышла на свет. И либо я разобею на нём, что я и в этот выиграл, ты воскрививаешь мышцы, когда внутри меня. Внутри нас. Внутри нашей головы. Я часть мы, а сма часть меня. Убирайся прочь из МОЕЙ ГОЛОВЫ! Хайт, наверное, вставил эту аудио файл из пространственной навалии, опять-таки повторюсь. НИКЧЁМНОСТЬ НИКЧЁМНОСТЬ Состояние уничтожающей своей темнотой и холодом. Я чувствовал её. Свою никчёбность. Задворки рано могу куда более были согнаны, напуганные мысли и заперся на десятки злоков. И люди взяли вверх над истиной. Смажет мило собой всё. Я не видел свет. Я выдумал его сам. Это свет, что освещал путь передо мной. Путь по тёмному углу коридору. Ровному. Бисквичному. А потому вaultами в стенах начал сочиться трубный запах. Кортный аккер начал витать в воздухе, заставляя в меня и разрушая лёжьки. А потом в √best savekاش тело витать в воздухе, заставляя в меня и разрушая лёжьки. Сма начала госить свет. Щёлки обратились к ладами, или щели обратились к ладами, лады обращались к окнау, окна, дверьми. И к концу ей в прямой коридорощу лабиринтам. Общаяắm cavity введенное и придуманное в одно целое. Сумбурная им смесь лжи и истины, цвета и смы. Мои слова были пропитаны книгами обмана. Мои мысли — тот червей из капюшки на разлагающихся отставках мозгов. Но самое страшное... Самое страшное в том, что я стал любить об этом всем неправдой и не лжи. Не знал, что верно, а что выучил. Я сейчас не знаю, но и мне страшно. Страшно не узнать этого никогда. Я слишком страшно бороться на это за это знание. И тогда в самом начале я постиг их основу безумия. Основу того, что спрятывать во мне, на скрупулённых степях, где-то не на невидимых границах сознания. Они таялись бы, возможно, и дальше подалёкой темной искречивки. Но что-то пошло не так. Они выводить не превратили в это училищение в нечто иное. Страшное. Холодное. Мне говорили. В России знакомые. Они говорили, что это будет перемен. Но я всего лишь предан тому, что ему доверяю. Я ещё одно ужасное в том, что я не знаю, что я уже не знаю, чему доверять. Не тому старому, не слышенному новому. Я не знаю, в чём верить. Разрешаться назад уже не выйдет. И идти вперёд страшно. Уже всё погасло. Желание и любовь. Всё. Нет. Любовь больше не может догаднуть. Любовь сильнее боление разума. Это целый мир, который существует в же сердце, а не в голове. Нет. Ничего нового. Лучший обман. Не вижу правды. Во всем этом. Во всех словах и знаках. Во всех видениях и кошмарах. Что и может, что это была банна с самого начала? Живи во свете. Не умирай во тьме. Убирайся прочь из моей головы! Сопорочек Волдов размахнулся так сильно, что где-то... Эм... Я размахнулся так сильно, что где-то в плечах рудную, и рука такая заныла. Ужас! Нелой мед для глаза с небольшими помехами смесётся в сторону, что для меня взглядов которого нет. Свет! Не мигнув, несколько раз пропал, обращая всё вокруг в темноту. А следом за светом исчез из шум дождя. Где ты? Выходи, я чёрт в конце, но я убью тебя! Во тебе когда-нибудь было чувство, что твоё будущее? Я почему-то осталась позади. Хватит! Перестань заговорить с загадками! Что происходит? Что всё это значит? И что из этого правда? Затем заточить всё на то, что смысл может заменить. Остальное оставить на свои места. Ведь если ты хочешь решить такую проблему, обратишь к её истокам. Каким истокам? Авария? Дурдом? Я не знаю, с чего всё началось. Перестань. Это уже даже не забавно. Хватит врать! Перестань умествовать её в зазорные стены и открой глаза. Если ты хочешь победить 8 минут, ты должен принять самого себя. Настоящего себя. Нет. Нет! Всё это время ты и все эти гдуйки. Всё это продолжит убедить меня в том, что я ненормальный. А разве ты здоров? Ох! Хо-хо-хо! Спасибо вам! Теперь твоего всё нет. Теперь я точно ненормальный. Я ей в салат... Я в салат расскажу твою поганую рожу. Поганую? Да ты урод! Коих ещё поискать нужно. И место это уродское. Коридоры. Пыль. Кровь и всякие блинские фрики повсюду. Это свойственно. Делать предположение основывалось на том, что ты веришь. Но не в твоем случае. А в твоем случае это предположение чаще всего ошибочное. Закрой пласть. Ээээ... Чтобы конец и сказал, что ты приближаешь. Извини. Вот очень быстро подсказки. Ну в принципе я понял суть. Закрой пласть и выходи. Выходи и делись по-честному. Может быть я этой подсказки кстати не увидел. Может быть зря я на него бы канул. Хотя я не помню, чтобы я это... Ладно. Давайте погнали. Будешь можно посмотреть, что надо открывать. Воспользоваться... Что? Ааа. Где уже всё. А что же уже можно обхегстрить в вас иногда и атаковать? Выходят вашей увеземенностью. Эа. И кто-то атаковать. Что это в драке не бывает? Ну что поехали? Учё. Ха! Кхэ! Кхэ! Более, не та кнопка Не та кнопка Память это сложная штука Она родственница правды Но ее не бреднет Но не ее бреднет Вдохни ты уже Наконец Моя смерть не дбает тебя ни от чего Ни от чего А она не наступит, пока ты не осознаешь все, о чем врешь сам себе Если бы я знал, что осознать А ты же, сука, молчишь как партизан Говоришь загадками Ты еще не понял? Что? Я сказал тебе Я, это ты И все, что делаю я, это твое желание Желание на нас цельного Борьба между хорошим и плохим Ага С богом и сиялом, красным и синим Учитал я эту фигню Я выберемся, перехватил Давай потом пару стасками и утрашившими все мужиками Хватит, это бесполезно Жить значит бороться Ты пиздой с хренью Ну, спасибо Хайту, конечно, за такие подсказки Поэтому я, ну, хрень Жить значит побеждать Та же схема, да? Да, та же схема Я тупанул, ладно Давайте отгружаться Да, та же схема Х fast Ха ХА! КИТО! ХА! ХА! Я тебе сейчас дам. КИТО! ХА! Ну, очень, очень интересно. КИТО! ХА! Вы мертвы? А смысли, я же ешь куда? Надо прежде всего помнить, что он не может быть в хитрисме, а если такое, то типа... А, вот видите, я опять в хитрил. Так... А, нет, я... А, нет, я... А, нет, я... А, нет, я... Короче, не попадаемся на его друг на... Он меня обманывает, то ли что? Хорошо. Shit. Get up. Get up. Get up. Over. Get up. 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 Да я надо... Блин. А как понятно, что он меня типа, ну... Обманывает или что-то... Прочее. ... ... ... ... ... ... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А чёрный мах отправил меня на колени. Так ладно, я сохраняю стук, потому что я не хочу опять это всё. Перепроходи. На первую лобовку я собрал пол, повисок на его рукоять, и заразно хватает всего воздуха. Лёгкие непонятно спальмировали. Человек располагался, глаза закрывались. Осталось бы пожирать целиком всего меня, физически и морально. Ты устал? У тебя нет силы идти дальше. Тебе страшно, я чувствую твой страх. Давайте, ведь ты уже проиграл, как бы это было неприсходно. Ты не встретил их побороть собственные кошмары. Я обещаю тебе, билет с первого ревизона в фильм твоей жизни. Просто ждайся. Да, кошмары существуют. И бояться их. Бояться это нормально. Упирают игроков эти авторональные, гиппланы втягивая носом в воду. Но нельзя позволять им побеждать, чтобы не стать одним из них. Ты и так всего лишь ужас. Осколок. Как и я. Нееет. Я настоящий. Опять отмаш. Опять ложь. Оцени хотя бы свои поступки. Временами ты не делаешь всё правильно. Но ведь это где-то в глубине себя осознаёшь, что всё равно будет тебе поражение. Очень интересно слушать тебя, но я уже отдохну и собираюсь сдаваться. Твоё полное игнорирование того, что ты погряз в иллюзии, именно то, что привлёдёт тебя к краху, даже если ты сумеешь дойти до конца. Пугай меня дальше. Так, знаешь, всё в чекушке у тебя получалось. Но чем больше ты издевался надо мной, тем месяцем страха прямо не перед тобой оставалась. Меня уже пугает твоего двери ты. Меня уже не пугает гасцинация и монстра. Меня уже не пугаешь ты. Поэтому единственное то, что ты делаешь, что не так, это ты. Даже это пора вообще всего ужаса, а только это полиция чёрного горячего графона. Но за все тело я подвёлся нет, где я оттуда буду уже всего кошмара. Вдохну. Всё ещё впереди. Заткнись. Ты всё равно не выживёшь. Закрой пасть, пока не откроешь глаза. Пока не вспомнишь правду. Удар падает летая, мне особо схватка и ужас. В опозже с моментом скачу с топора и поперёшься назад, спадая на колени. Я окажется, прыгал лежать и напрягивая топор, чтобы принадлежал ужас и припадил. Я готовлю атаковать. Он просто сидел на земле. Смотрели меня и улыбался. Умирать? Холодно? Запасайте теплые одежды! Но всё же, как я сказал мне, за кашля уплёвываю за рта сгучки чёрной крови. Закрой пасть. Я медленно подошёл к нему, занося топор для удара. Живи во свете! Прошептал он, смотря на меня, когда я подошёл к нему уже почти в упор. Не умирай во тьме! Папа! Папа! Молучший момент просто. Хайт молодец. Папа! 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 в которой я ходил, когда лежал в корпусе Д. Клюку! Берегись! Не может быть. Как так? Я начал лазать по карману к покойнику и нашёл в него записку. Ту самую записку, на которую Рахна оставила мне, прежде всего прибежать на ту сторону. Неужели я убил самого себя? Ну как? Неужели я останусь им? Или я действительно... Действительно лишь ужас. Я выпустил из рукопора мере на пристё на колени, после чего я также мере на лёг на холодный пол, смотря в ту пустоту. Что же, что происходит? Я хочу задать тебе вопрос. Да, конечно. Это отец Ли приговорил тебя убить того мужчину. Я... А чё вы? Тот мужчина, который бил вас в ту ночь. Именно отец Ли столкнул тебя к убийству. Что? Нет. Я... Я... Что вы взяли? Я хотел отомстить ему за её. И он хотел. Да. Конечно хотел. Но... Я так думаю. Я бы хотел на его месте. Вась, ты можешь закидать наказание? Просто скажи мне правду. Я вижу, что... Я вижу, что ты влёшься. Я... Разве тебе стало легче? Разве я его смерть успокоила тебя? Я... Нет. Я успокоила. Кто-то чувствовал, когда сделал это? Отвращение. Недависть. Мне стало плохо. Ещё хуже, чем было до этого. Но у него и мне стало плохо. Ещё хуже всё было до этого. Тебя использовали? Послушай, я могу понять лучше тебя. Отчастливая возможность за твоим состоянием, на любителю на больное, я приготовил он делать это. Ведь так? Он уговаривал тебя? Нет. Да. Он уговаривал меня. Говорил, что сам уже не в состоянии сделать это. Что тот ублюдок должен платить за то, что сделал. Я согласил тебя, но не потому, что я за регулировал с нами, он потому, что сам захотел меня. Пусть и не догадывался, что это станет хуже. Надо только ответить за свой поступок. Я до чего это делаю, и знаешь... Как ты думаешь, что страшнее? Просто умереть или мучиться приставкой в самом сердце? Я... Я не знаю, второе, наверное. Да, мне так тоже кажется. Так вот, знаешь, тот мужчина не выдерживал того, что сделал. Он страдал, и хотел покончить с собой. Мы все-таки нашли около пятидесят пицц, которые он написал в тот самый вечер. А рядом с ней на спеле потолег с ярым горстом транспортизатора. Этот мужчина страдал и не выдерживал, но хотел он милеть, чтобы не мучиться. Ему было страшно убивать себя, но его были следы от петли на шее, храм на руках. Он продолжал избавиться от чувства вины, но ему не хватило духа. Для этого он страдал еще больше. А потом пришел в Тейпаль, дарил ему пополнить другое. Пускай и беги в бледнинах, но заострен... но заострен... но заострен... Я не хочу его... Нет, он же даже... Он же откупился? Он избежал доказания? Он сказал тебе что-нибудь так делать? Он просил прощения, говорил, что он не хотел, что ему очень жаль. Я бы подарил ему не только покой, но и шаг попросить прощения и раскаиваться. Твой поступок способовал. Возможно, он бы все-таки убил себя. Возможно, он бы все-самое был исключен здесь на твоем месте. Возможно, он бы со временем пережил это. Значит... Значит, попросту облегченного его страдания и обрек себя на них. Ведь ты сам сказал, что тебе стало только хуже. Все равно... Все равно я... Что сделано, то сделано. Ничего дрон нельзя. Ничего нельзя исправить. Но после чего... Для этого еще можно жить нормальной жизнью. Это сложности моря. Я... Что вы хотите? Я дам вам показания. Но кто мне поверит? Я же псих. Я же ненормальный. Я устал. Сначала лови ее. Потом после человека. Теперь вы говорите, что мы просто воспользовались. Это же так и было. Так и случилось. Даже если я и расскажу про ее отца. Что это Эдмия? Убил этого человека я, а не он. Это нужно мне. Развитивно ее воспользовались. Дело нестремлее и заключение. Дело на банальной ловушке, куда я отогнал себя. Я не боюсь. Понимаете? Не боюсь тюрьмы. Мне все равно тюрьма или палата. Я сейчас хочу лишь спокойно. Да и, как я и сказал, я сделал то, что хотел. Я сам и сказал его. Но... Ее отец нашел его раньше. Это было неизбежно, Химори. Понятно. Но ведь так или иначе я это делаю только скучно. Да. А это грезет меня во снах. Поделишь ли? Хм... Мыясниться в тот день. Все происходит именно идеально так, как было. Утро. Водока, сигареты на балконе, звонок. Потом собираюсь, достаю кольцо и пишу навстречу. Я уже в лифте, что-то падаю на кружку кабины и загасню. И тот человек говорит со мной. Что чувствует мой страх. Потом еще что-то и еще. Потом еще и еще что-то. В обороте раскрывается и я выпрыгиваю в лифте, а кабина на нас все вниз и разбивается. Обещаю. Он шаг-то, а он все говорит. Потом я бегу. А он ловится за мной. Теперь подлог с политическим коридором, пока не добегаю до дверей из его квартиры. А если я вижу себя, я стою в комнате с капюшоном, за чем стопор на плечок. А он... Я... Без крови. Уродлив. Ужасен. А потом я просыпаюсь и мне страшно. И я не знаю, как быть с этим дальше. И я не справляюсь с тем, что происходит ко мне в момент слабости для отрешения сознания. Я подтягиваю себя из наших кошмаров и вижу, что пробуждение нет никакого облегчения. Ты должен достать до того, чтобы сидеть все на свои места. Если ты не разберешь себя и не наведешь порядок, ты обязательно сможешь затеряться во всем этом. И ты должен позволить помогать тебе, если ты не можешь справиться с этим самостоятельно. Я позволяю. Я хочу избавиться от этого, но за все происходящее время мне ничего не помогает. Возможно, мне нужно просто время, чтобы забыть. Но вы не позволяете мне. Если хочешь, я больше не буду спрашивать за подобным. Но если для тебя это будет переводить, ты сам должен мне все рассказывать. Вы договорились? Да. Да, конечно. Хорошо. И еще, Димарин. Да? Прощение много попросить. Прощение можно попросить за оплошность. А убийство это даже близко не оплошность. Даже если бы он из-за шкуры вон вырос, я бы не простил его. Его смерть была неизбежна. Верить и в правду. Я бы ни за что не нашел бы. Того человека. И если бы я не пил столько, то, может, и не ненавидел бы его так сильно. Не позволил бы же эмоции взять вверх. И если бы я не сходил с ума по ее смерти. И если бы она нашла в себе сил выпрямиться. Держать голову ровно. Пускай со здоровьем на лице, но идти дальше. Может, тогда бы было все иначе? И тогда я бы и не стал служить ее отца. Я не убил бы того человека. Но если бы это действительно скучно случилось, если бы все, что я видел, правда, что же, что же в основном стало? В какой-то момент времени реальность стала иллюзией. Ведь у меня здесь не было ничего. И сейчас все события бывают в голове, уже обмыто, и едва будет видно. Но почему то, что мне кажется... Но почему-то мне кажется... Кажется, что это было на самом деле. А может, и просто качатель потерял рассудок? Хорж убивал из колеи. Мокрая, отпутывая кровь, кофта вызывала лишь быстро Хорж. Захотелось курить. Я лежал в той же поле, смотря на тело перед собой. Я чувствовал монопольную ловлю в руках, был ветер. Естественно, вон вверх. Естественно, вверх. Мужчине склоняка, самый настоящий ветер. Но славлю его на бактерии, словно столько-только простого синий дождь, за дождь опавшего мертвы и паничившего, успевшего подогтеть в траву. В принципе, это место возможно создавать любые иллюзии. Ветер и дождь. Не удивлюсь, если сейчас надо полная черта за храждой травы, или превратиться в асфальтовую дорогу в дорогу. Это место... Что это за место? Со стороны? Нет. С той стороны не существует, потому что не существовало ничего в курсе себя. Но не важно, что этот корпус существует на самом деле. Тогда что это? Моя голова? Мои мысли? Мой внутренний мир? Но что тогда и значит это всё? Эти пути, надписи на стенах, всё это? А если это моё, то почему я не знаю, зачем всего этого? И если это лишь галлюцинации, то рано или поздно они должны ослабнуть и показать ясность? Или же это и есть моя реальность? Или же я и есть ужас? То, чего я боялся, и то, чем я стал. И это место, этот кошмар, это моя настоящая реальность. Ещё не поздно остановиться. Вот так, тихий голос. Я не вижу говоря всего, но он нужен у себя. Тихий, дрожащий голос. Нет, я не остановлюсь. И хоть сразу же всё, выпусти наружу эту тьму. Я хочу выбраться из тьмы. Нельзя, тебе нельзя выходить. Да и как-то, мол, что было для тебя, после всем остальным. Что ты сделал? За что ты пройдил этот кошмар? Мы сделали этот кошмар. Я же зафер вас всех, чтобы продолжить с ним. Всё это убивает нас настоящего. Поэтому обо всём этом. И вся эта тьма. Она должна искать, как будто с вами. Остановись, спасу тебя. Но она и так жаркие. Голос из птичек, в которых мы кроем. Это упоминание объекта берёт сама. Ну что, дорогие друзья. Давайте-ка мы с вами на этом закончим. Продолжим следующую серию. И что ж. Всем спасибо. Всем пока.